В эфире служба новостей Саров 24 в студии Екатерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Как в Сарове реализуют нацпроекты. Прошло очередное заседание думских комитетов. Памятное место по инициативе депутата Ивана Ситникова в Сарове сооружен киот в памяти святых царственных страстотерпцев. Веселые старты в молодежном центре прошли соревнования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Далее расскажем по всем подробно. Образование, демография, жилье и городская среда, экология. Это четыре нацпроекта, по которым в этом году в Сарове велась работа с привлечением бюджетов верхнего уровня. О ходе реализации проектов депутатам рассказал глава администрации на заседании думских комитетов. Первый нацпроект, реализация которого началась в Сарове в этом году – образование. С привлечением бюджетов верхних уровней строится школа на 600 мест на улице Зорге. На объекте полностью выполнена работа нулевого цикла. В следующем году можно будет закладывать фундамент. Исполнение хорошее. То есть реально подрядчик, который выиграл данный конкурс, по своим обязательствам отвечает в полном объеме и исполняет по финансам больше, чем было запланировано. То есть мы уже однажды завращались в области для дополнительного финансирования. И на сегодняшний день по дополнительно выделенному финансированию исполнение 99,9. Проект «Демография» состоял из двух программ. Создание спортивной площадки на улице Чкаловой, подготовка спортивного резерва для субъектов РФ. Кассовое исполнение по обоим проектам 100%. Третий нацпроект – жилье и городская среда включает в себя благоустройство лыжной базы. А вот здесь уже есть подводные камни. Сдать ее должны были 27 ноября, однако работы на объекте еще продолжаются. Здесь исполнение фактически составляет 70%. За оставшиеся дни, крайний срок у нас отчета по этому проекту 24 декабря, по нашим планам мы должны этот проект полностью завершить. В отчетах по нацпроектам не фигурирует парк имени Зернова. Его реконструируют на 100 миллионов, которые Саров выиграл на федеральном конкурсе среди малогородов и исторических поселений Минстроя. Сам конкурс был в 2018 году. В этом году реализация проекта включена Минстроем в нацпроект «Жилье и городская среда». Из того, что сегодня там происходит, идет бетонирование лестницы. По планам должны завершить бетонирование на этой неделе. Идет отделка входной группы, то есть она сложная, новая. Вы видели, что ее демонтировали и отделка будет завершена в субботу. По плитке идет укладка и завершение работ планируется на следующей неделе. И в целом исполнение по этому проекту мы обязаны сделать не позднее 24 декабря. Что касается экологии, то в этом году было заявлено три проекта. По двум из них выделили финансирование на строительство здания, очистных сооружений и реконструкцию здания мехобезвоживания. Первый перешел на следующий год, поскольку ни один подрядчик не заявился на конкурс. Что касается проекта по реконструкции здания мехобезвоживания, то здесь была длительная работа по проведению трех видов экспертиз. Были соответствующие замечания и по линии карста опасностей, и по линии экологических сбросов-выбросов. Еще раз три вида экспертиз, которые завершились недавно, когда уже собственно на конкурс выходить было бесполезно. Тогда правительство Нижегородской области средства на этот проект забрало в областной бюджет, чтобы выделить их в следующем году. По поручению губернатора Глеба Никитина, муниципалитеты региона должны получить оценку за реализацию национальных проектов. Сделать это необходимо до середины декабря. Если мы выполняем все обязательства в рамках контракта, в сроке и в объемах денег и с нужным качеством, значит мы получаем высшую оценку. Если мы по какому-то параметру начинаем выпадать, либо страдает качество, либо сроки, мы должны сами себе дать оценку объективную. Оценивать должны депутаты Городской думы и представители областного правительства. Администрация внесла в Думу соответствующий проект решения. Проект решения по данному вопросу последил Городскую думу и действительно предлагается оценить три национальных проекта. Национальный проект зимография надлежащей исполнения, образование надлежащей, жюри и городская среда удовлетворительная. Депутаты вынесли проект решения на заседание Городской думы 13 декабря. Глава региона Глеб Никитин ранее предупредил чиновников, что если оценка будет неудовлетворительной, то примут самые жесткие решения. Екатерина Пёнова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Этот и другие репортажи можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютубе. К другим новостям. В гаражах без предупреждения выключают свет, не расчищают дорогу, отсутствует организованное место сбора мусора. У собственников гаражного кооператива номер 10 накопилось много вопросов к своему председателю, на который автолюбители так и не получили ответов. За помощью они обратились в нашу рубрику «Городской дозор». С какими неудобствами столкнулись владельцы гаражей, расскажем далее. Электроэнергии у нас нет. А взнос оплачены за этот год? Ну, как видите. Ничего нет. Свет в гаражном кооперативе номер 10 появляется редко. У некоторых собственников, которые исправно оплачивают счета, электричества нет целый год. Причину отключения никто не знает. Собственники регулярно забрасывают председателя Николая Анашкина вопросами и жалобами, на которые тот, в свою очередь, никак не реагирует. Электрик, который здесь Николай Иванович, то есть последний раз, который мы созвались в грубой форме, нас послал, то есть он здесь, я его буквально увидел два раза, наверное, за лета. Председателя как такового здесь нет. Когда случаются какие-то проблемы, трубки не берет. Электрик игнорируется, самоуправство. То есть перед тем, чтобы отключить энергию, во-первых, надо уведомить об этих членов кооператива и обосновать причину отключения электроэнергии. По словам владельцев гаражей, встречи председатель устраивает лишь для того, чтобы собрать взносы. Все собственники в феврале этого года сдавали дополнительные деньги на замену проводки по 2000 рублей. Электрик взял деньги за проведение медного кабеля, а в платежной книжке сделал отметку за подключение электроэнергии. И то только тем, кто это потребовал. У меня нет записи в книжечке, в этой платежной, потому что мы сдавали из рук в руки электрику по команде председателя. Отдайте электрику, он потом сам разберется. Соответственно, на словах все это было сказано, что будет проведена вот такая-то проводка. Все это должно быть проведено с пожарной точки зрения. Все должно быть очень хорошо. Несмотря на обещания, нормы техники безопасности рабочие соблюдать не стали. Из открытых распаечных коробок торчат кабели, алюминиевые провода соединены с медными, щиток разваливается. Рубильника для самостоятельного отключения электроэнергии нет. Слова автолюбителей подтвердились. Выйти на связь с председателем у нас тоже не получилось. Либо абонент не отвечает, либо недоступен. Оказалось, что перебой с электроэнергией – не единственная проблема кооператива. Мусор владельцы гаражей оставляют за одной из построек. Организованного места сбора никогда не было. Хотя деньги на контейнеры люди выделяли. В начале года мы сдавали деньги на взносы гаражного кооператива. И там было озвучено 500 рублей. Когда я спросила, на что, мне сказали на сбор мусора. Объяснила, спросила, где же будет постановка контейнера. Мне объяснили, что там, куда валили, туда и валите. Потом будет машина приезжать, все это будет грузиться. Контейнера не будет. Для того, чтобы восстановить справедливость и решить накопленные проблемы со светом, мусором и расчисткой дорог, инициативные владельцы гаражей подали заявление в прокуратуру Нижегородской области. Председатель в кооперативе избирается раз в два года. Николай Анашкин занимает эту должность гораздо больше. С безответственностью управляющего местные бороться устали. Собственники планируют организовать собрание, на котором проголосуют за кандидатуру нового председателя. В 16 декабря с 11 до 13 часов состоится прямая телефонная линия по вопросам антикоррупционного просвещения. На вопросы жителей города ответит заместитель начальника управления, начальник полиции Владимир Желтов. Задать вопросы соровчане смогут по телефону 60507. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Соровчанам предлагают горящие бесплатные путевки для детей. Как сообщили в КБ номер 50, ребят готовы принять два санатория. Сергиевские минеральные воды и медицинский центр Клязьма, который специализируется на лечении кожных и кардиологических заболеваний соответственно. Для оформления путевок необходимо обращаться к заведующим отделения медицкой поликлиники по месту жительства или по телефону 90570. Соровчан приглашают на день открытых дверей управляющих организаций. Он пройдет в актовом зале Центра культуры и досуга вне в четверг 12 декабря. Начало в 17.30. Напомним, первая встреча, в рамках которой собственники могли пообщаться с представителями управляющих компаний, прошла 24 июля в городской администрации. Тогда в ней приняли участие представители всех организаций, которые занимаются вопросами жилищно-коммунального хозяйства в Сорове. Второй день открытых дверей будет полностью посвящен работе Центра ЖКХ для лиц старше 16 лет. В субботу, 14 декабря, хоккейный клуб Соров в рамках чемпионата Нижегородской области высшей хоккейной лиги примет на своем льду команду «Спарта» и «Звачи». Начало матча в 13 часов. Вход на трибуны со стороны улицы Московской. Канал «16» будет вести прямую трансляцию встречи на нашем канале в Ютубе и группе ВКонтакте. Для лиц старше 12 лет. По инициативе депутата Ивана Ситникова в роще на улице Балыковской сооружен киот памяти святых царственных страстотерпцев. Он установлен на границе между Нижегородской областью и Мордовией. В том месте, где произошла встреча Николая II с представителями народов по Волжье. Памятник создан при участии представителей власти, саровских предприятий и компании «Саровинвест». Подробности далее. Киот в честь святых царственных страстотерпцев появился в роще на улице Балыковской по инициативе депутата городской думы Ивана Ситникова. Архитектурный объект представляет собой сооружение высотой 5 метров. На лицевой стороне размещена информация о самом памятнике. А на торце – слова из песни Жанны Бечевской о последней царской семье. На самом памятном знаке установлены иконы святых царственных страстотерпцев. Я за образец взял киот, который был установлен во Владимирской области. Он и сейчас там стоит. Поэтому чертежи и размеры уже были. По-моему, он достаточно органично вписался в нашу местность. Но если бы были средства, можно было бы сделать и подлинное произведение искусства. Киот установлен на границе между Нижегородской областью и Мордовией, ранней Тамбовской губернией. В том месте, где была построена большая деревянная арка к приезду Николая II на торжества 30 июля 1903 года. Именно здесь состоялась знаменательная встреча последнего российского императора с представителями народов Поволжья. Кто такие представители? Ну, я грубо скажу, это те же депутаты тех прежних времен. Депутатство было от крестьян, от рабочего люда, от приказчиков, от служивых людей. И хлебом соли встречали царя, представителей народов Поволжья. Кто? Русские татары, мордва, чуваши, морийцы. Царю эта встреча очень понравилась. Он даже сделал запись в своем дорожном дневнике. Очень красиво были крестьянки и мордовки тоже. Памятник создан при участии представителей власти и саровских предприятий. Особый вклад в возведение архитектурного объекта внесла строительная компания «Саровинвест». Без таких икон, без плакатов он бы так красиво не изыграл. Поэтому я считаю, что «Саровинвест» внес свой безвозмездный вклад в украшение этого киота. За что им огромнейшее спасибо. И я думаю, что мы еще совместно продолжим благоустроить прилегающие территории. В планах у Ивана Ситникова сделать вокруг киота прогулочные дорожки, поставить лавочки и посадить побольше деревьев. Подробнее об архитектурном объекте Иван Иванович рассказал в передаче «Исторические очерки». Посмотреть ее можно на нашем канале в Ютьюбе. В рамках декады инвалидов в Молодежном центре прошли традиционные веселые старты для ребят с ограниченными возможностями здоровья. В состязаниях приняли участие команды от школы организации дополнительного образования. Им предстояло пройти несколько этапов спортивной эстафеты. Подробности в следующем репортаже. Пройти через тоннель и пропрыгать на резиновой лошади. Обойти все конусы в больших ластах. И переправить на огромные лодки всех членов команды с одной стороны на другую. Все эти испытания предстояло пройти ребятам с ограниченными возможностями здоровья. Для них в Молодежном центре организовали спортивные соревнования и веселые старты. В рамках месячника декады инвалидов. Мы, как Молодежный центр, стараемся два или три раза в год проводить для этой категории мероприятия, где они могут поучаствовать наравне со всеми, почувствовать себя сильными, ловкими, умелыми и также получить награду. Ну и самое главное все-таки не забывать, что эти ребята такие же, как и мы, только небольшие ограничения имеют. Но при этом им тоже хочется быть и участвовать в городских мероприятиях, таких как спортивные мероприятия и веселые старты. В соревнованиях приняло участие пять команд. Каждой из них предстояло пройти шесть испытаний. Традиционно перед стартами всем спортсменам предложили размяться, а после ребята приступили к состязаниям, где продемонстрировали свою меткость и умение работать в команде. Для некоторых спортсменов испытания давались непросто. Когда мы бегали в ластах больших, это было очень сложно, потому что постоянно казалось, что ты сейчас упадешь. Надо было бежать задом. Команда победителей так и сделала, и они прошли на лучшее время. По итогам соревнований первое место заняла команда «Старт» из школы-интерната номер 9. Вторыми стали ученики школы-интерната номер 1. Третьими – воспитанники молодежного центра. Всем участникам вручили дипломы и кубки. Впереди вас ждет прогноз погоды. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин